Привет всем подписчикам Intelbet! Добро пожаловать в Париж на Евро! Вот этот парижский район, парижский сити, деловой центр, называется La Défance. В переводе с французского это означает защита. Именно на свою La Défance, на свою оборону в матче против сборной Франции будет, конечно же, рассчитывать сборная Исландии, за которую, разумеется, и вы, и я, все мы будем болеть. Ну, разве что, кроме заветных болельщиков сборной Франции. Но наша с вами поддержка сборной Исландии не поможет, и вы это так же хорошо понимаете, как и я. Все, лимит везения исчерпан, ну и, конечно, Франция это не Англия. С англичанами исландцам повезло, откровенно повезло. И здесь я говорю даже не о ходе того матча, а о том, какой соперник достался исландцам. Потому что из всех топ-сборных Англия, конечно, самая разобранная. Англия так и не определилась на этом Евро, куда ей засунуть Вейна Руни, как играть в нападении. И всеми этими минусами исландцы классно, здорово воспользовались. Все, теперь извините. Сборная Франции и команда сейчас совсем другого калибра. Ну и в нападении у нее куда больше конструктива. Поэтому свои голы Исландии Франция забьет. В том, что Франция победит в основное время, у меня сомнений нет. Нет в этом сомнений и у букмекеров. Но коэффициенты, друзья, 1.44, 1.5, 1.6, даже если это, согласитесь, совсем не то, что нам нужно. А вот если присовокупить к победе сборной Франции еще и тотал, пусть даже небольшой, тут совсем другое дело. Даже если это будет тотал больше полутора. Я говорю здесь о голах сборной Франции. Вот тогда коэффициент уже приближается к двойке. И это совсем другое дело. То есть отсекаем победу со счетом 1-0. И дальше нас все устраивает. И 2-0, и 2-1. В общем, перемахиваем через тотал больше полутора. И получаем хорошую ставку. Это мое предложение. Ну, а ставить или нет, это уже решать только вам. В любом случае, удачи и, конечно же, хорошего просмотра.